Добрый вечер! Сегодня мы смотрим картину французского режиссёра Луи Маля «Зазив метро». Будем говорить о карьере этого режиссёра с Натальей Инусиновой, тиноведом, историком кино, доктором искусствоведения. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Кирилл. Ну, Луи Маль фигура очень своеобразная, потому что он причисляется у нас к мастерам новой волны, хотя биография его не всегда совпадает с биографией Трюфо, Гадара, Шаброль, это из тех классических, канонических нововолновцев по одной очень простой причине, потому что и Трюфо, и Гадара, и Шаброль вышли из критики, а Луи Маль работал нормально. Он начинал в качестве ассистента, потом делал короткометражные фильмы, и потом даже получился нефтографическое образование, что для нововолновца почти оскорбительно. Поэтому, когда мы обращаемся к его карьере, мы должны иметь в виду, что вроде бы она протекала параллельно, в то же самое время, что и карьера новой волны. Но у него есть некоторая специфика, и эта специфика проявилась достаточно ярко в фильме «Зази в метро», которая самая хулиганская его картина, и, в известной мере, выпадающая из ряда тех фильмов, которые относятся к абсолютной и бесспорной классике. Скорее, это классика литературная, потому что роман «Дремона кино», на котором основана эта картина, действительно скандально известное произведение. Вот вы совсем недавно пересмотрели эту картину. Меня интересует ваша реакция на текст, потому что такой пулеметный текст, который там есть, он весьма своеобразен. Вы знаете, он весьма своеобразен, но надо сказать, что он был еще более своеобразен все-таки у Раймона кино, который написал роман, и который до сих пор как-то воспринимается как такой фантастический образец игры слов, арго. А Луи Маль перенес это безумие языка в безумие изображения. Успокойся. Мерзавцы, подложите мне такую свинью. Они эту свинью подложили не только тебе. А мне плевать, я была так счастлива, я так мечтала покататься на метро. Черт знает что. Не переживай ты так. А когда закончится забастовка? Не знаю, я не занимаюсь политикой. Это не политика, а людям хочется есть. А вы, месье, когда-нибудь бастуете? Приходится, чтобы добиться повышения тарифов. С такой колымагой вам нужно понижать тарифы, а не поднимать их. Как сегодня воспринимается творчество Луи Маля? Какие его картины, с вашей точки зрения, прошли проверку временем, а какие, может быть, кажутся более архаичными? Вы знаете, действительно, вы правильно сказали, что он с одной стороны причисляется к поколению новой волны, а с другой стороны и сами нововолновцы его таким не воспринимали. И две его картины, по меньшей мере, любовники, вернее, лифный эшафот и любовники, как бы вписывались в традицию новой волны. Но для меня, честно скажу, самый его важный фильм, пожалуй, это «Лаком плюс я». Он мне важен и как вообще кино, которое важно, обычно, для меня. И, кроме того, фильм, который характеризует Луи Маля как принципиального нонконформиста, человека, который всегда ломал стереотипы. Вы сами сказали, что он сломал стереотип режиссёра новой волны. Но не только. Он сломил собственный стереотип. Всё-таки он человек, который родился действительно в такой вот очень буржуазной семье. Это верхушка французской буржуазии, там, сын сахарозаводчика известного. И мог бы себе жить припеваючи. И снимать кино. И снимать кино. И повторить карьеру, как от него все, собственно, и ожидали. Был, кажется, большой удар для его родителей, когда он занялся этими глупостями. Вот. А он каждый раз ломал стереотип собственный и общепринятый социальный. И дело не только в том, что он пошёл учиться в ЭДЭК, бросив политические науки для этого. Индептор Кинистерства французской буржуазии, который сейчас называется Фемис. Да. Но это не как в ГИК. Это скорее как институт кинофотоинженеров. Да. Да, да, да. Это технический институт. Но он учился на площадке. И он пошёл... Вначале же он был документалистом очень хорошим, очень известным. Он пошёл к Жаку-Иву Густо. Изначально как бы ассистентом, а потом стал и со-режиссёром. И они вместе сняли вот этот знаменитый документальный фильм. Про глубину океана. Да, про глубину океана. Который они снимали два года. Путешествия на судне. И это первая документальная картина, которую получила золотой иль пальмой Вавьет в Каннах. И, кстати говоря, потом получила и приз Мельес, и получила Оскар. А после этого, ну, вот Каннский лауреат, и вообще лауреат всего на свете, получается, он пошёл ассистентом. Ну, не к кому-нибудь, правда, он пошёл ассистентом. А Брессону на приговорённый к смерти бежал. Но он всё начал заново. Он опять начал заново. И опять стал учиться на площадке. А потом вот дебютировалась картина «Рифтный шафот», которая опять-таки очень сильно прозвучала. и любовники, которые потом стали скандалом и символом поколения, и которые запрещали показать на Венецианском фестивале. А потом он получил специальный приз из жюри. Что ты делаешь? По ночам я всегда принимаю ванну. Особенно, когда очень жарко. Тебе придётся к этому привыкнуть. Это приятно. Ты всех перебудешь. Кстати, эту картину не приняли не только ханжи. Не приняли очень многие совершенно грамотные зрители и коллеги, режиссёры, в том числе и нововолновцы. И, кажется, было только три человека, которые аплодировали этому фильму. Но эти три мнения многого стоили. Это был Франсуа Трюфо, Ионеско и Чарли Чаплин. Ну, только три человека, понимаете, а другие нет. Ну, в общем, больше и не надо. Этим можно гордиться даже больше, чем пальмовой ветвью. Пожалуй, да. Трюфо, кстати, написал очень хорошую рецензию на любовников. И после «Любовников» он как раз и сделал «За зимний троп». Ну, в 60-м году, да. Ну, практически, да. Это была следующая его картина. Опять-таки, в противовес, совершенно другая, совершенно не похожая. Да, да. Но он там абсолютно другая, конечно. Мне кажется, что это и мир оперетки, хотя там не так много поют, и мир бурлеска, и эксцентризм, и вот все эти мифы, помноженные один на другой, и абсолютная внутренняя свобода и игра. Вот что там приятно. Вообще, Луи Маль – это абсолютно свободный человек. Он сам собой остался. Он не дал никому себя сломить и никому навязать себе стереотипы. Вообще, конечно, он очень своеобразен, поэтому он и не вписывается ни в какие школы. Кстати, знаете, что у девочки изменил возраст по отношению, вот еще что он сделал по отношению к роману кино, перемена. Там ведь она, девушка, ее мама даже беспокоится, что она в девушках засиделась. А он ее сделал девочкой маленькой. Он сделал это такой анфантерибль, вождь краснокожих, который попадает, собственно говоря, всю эту сумятицу, ведь она создает. Создает, а потом она крушит Париж, а потом уезжает. Как бы приехала посмотреть метро. В метро в результате заснула метро, а не посмотрела. Зато сокрушила весь Париж. Разрушила все, весь окрушила. Ну, в этом одна из функций эксцентрики. Ну, конечно, да. Которая может сейчас раздражать. Но вот ваше ощущение, вот если эту картину смотреть сегодняшними глазами, на какую аудиторию она повлияет, какой она будет понятна и какой она может возбудить вот это вот. Потому что я думаю, что стихи «Разрушение» она будет апеллировать не только к представителям среднего и старшего поколения, но и к молодежи. Вы знаете, мне кажется, ее на самом деле могут смотреть зрители разных возрастов, только существуют разные уровни чтения. Ее по-разному будут смотреть. Зрители более молодые будут ее смотреть примерно как французскую Масяню. Которая пришла такая гадкая девчонка. Ну, вот, спасибо. Масяню очень много. И которая перевернула весь мир взрослых. Там же все взрослые становятся детьми. А она в какой-то момент оказывается как бы... Самой плохой. Вложение, да. Ну, почти что. Вот, взрослые будут ее смотреть, конечно, в каком-то культурном контексте, начиная там от западных эксцентриков в кино или там, не знаю, связи с английским лимериком. Или даже с нашими эксцентриками, потому что вот у ранних фексов тоже ведь была девочка всегда девочка-детектив, потом она октябрина, потом и в спектаклях их всегда мир сокрушала девочкам. Так что это не случайно. Вот такой анарсистский дух. Который, который есть в ЗАЗИ, он на самом деле дух присущий не только Рамону Кино, как автору Раббана, но и Льюз Малюк, как человек, который выбрал это произведение и по-своему переработал его. Как бы перевел на язык кино, вот то, о чем мы говорили в самом начале, перевел на язык кино и, может быть, немножечко сгладил то языковое богатство, которое было у Рамона Кино, но зато дополнил его визуальным богатством и актерским. То есть превратил это произведение в произведение, которое воспринимается, быть может, даже независимо от, собственно, текста. Наверное. Вы знаете, он даже в каком-то смысле предвосхитил бунтарство конца шестидесяток и в этом смысле оказался смелее Гадара. Потому что он в шестидесятом году, там, на заре как бы новой волны, он делает вещи более смелые, чем вот такие классические нововолныцы. Который еще не созрел тогда для того, чтобы... Ну да. Но потом, знаете, основное еще и в отличие, по-моему, то, что он все-таки не сформировался у французской синематеки. Он формировался в жизни и у своих личных учителей. Он не вышел из кинозала. Вот. Но он вышел со съемочной площадки. Ну, за ним стоит классическая культура, с одной стороны, интерес к жизни и мастерство, которым он владевал на съемочной площадке, а не в кинозале. Я с удивлением для самой себя вдруг вот в разговоре с вами сформулировала, что это как бы другой, не менее продуктивный путь. Это путь человека, который действительно не идет шагом единым со своим поколением. Он внутри него и, создавая его богатство, идет собственной тропой. Вот таков Луи Маль. Вот. И тем самым раскрывает себя. Так что за эту формулировку вам особое спасибо. Спасибо, что вы пришли. У нас в гостях была Наталья Нусинова, киновед, историк кино, детская писательница. И мы обсуждали картину с главной героиней девочкой «Зази в метро». Одну из самых забавных, эксцентричных и серьезных картин о том, как можно демонтировать Париж кинематографическим и литературным взглядом. Я думаю, что этот демонтаж будет интересен и тем, кто бывал в Париже, и тем, кто хотел бы там побывать. Приятного просмотра. Париж кинематографическим и литературным взглядом.